Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Наверное, я не ошибусь, если по праву скажу, что несмотря на свою молодость, ты являешься одним из основоположников развития реконструктивной хирургии молочной железы в России. Потому что я помню, как мы с тобой встретились много лет назад, и ты один из немногих проявил интерес именно к этой тематике. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты этим занимаешься и что изменилось за это время в этом направлении? Прежде всего, я действительно очень рад быть с тобой здесь и беседовать это прежде всего. Хочу сказать, что, наверное, это небольшой промежуток времени, если брать человеческую жизнь, но если брать профессиональную жизнь, это довольно-таки большой отрезок времени, которым мы занимаемся. То есть вот в этом году это 22 года, как я начал заниматься именно хирургией молочной железы. И из этих 22 лет, наверное, 10 лет это реконструктивно-пластической хирургии. Как раз, по-моему, в 2010 году мы встретились с тобой, и у нас была беседа о возможностях развития именно реконструктивно-пластического направления. Да? 10 лет. 10 лет. Что изменилось в этом направлении? Что изменилось со стороны пациентов? Они легче соглашаются на реконструктивные операции? Они не соглашаются, задают много вопросов? Поменялись техники, которые позволяют сегодня этот вопрос решить быстро и эффективно? Помолодел возраст пациентов, которые обращаются? Вот расскажи немножко, что происходит сейчас в этом направлении? Ну, на мой взгляд, кардинальные изменения, если мы сравниваем 10-летний срок, это небо и земля, на мой взгляд. Потому что наши пациенты становятся информированы благодаря многим информационным порталам. Не знаю, там, Ютубу, там уже и телевидение позволяет давать информацию о возможностях вообще реконструктивно-пластической хирургии. Если ты помнишь, когда начиналось вообще это направление, да, многие говорили, зачем вам это нужно? Многие хирурги говорили своим пациентам, зачем мы избавим вас от рака, зачем вам эта красота? Ну, на мой взгляд, сейчас, наоборот, женщины, которые приходят, они знают, что они хотят. Они знают даже, как они это хотят. Они, наверное, переслушали, либо перечитали много информации, и они приходят уже с конкретным решением. Здесь, наверное, обратная ситуация. Хирургу надо объяснить уже сейчас пациенту, что именно подходит ей в конкретном случае, какой метод выбрать. И, на мой взгляд, это очень хорошо. Потому что, когда приходят такие пациенты, с такими пациентами приятно работать. Но также хочу отметить, что, например, есть случаи, когда, например, молодая девушка, 25-30 лет, она говорит, мне ничего не надо, удаляйте грудь, я хочу остаться живой. Вот это как раз тот пациент, с которым, наверное, хирургу нужно разговаривать, объяснять и говорить, что на этом жизнь не заканчивается. Об этом можно долго говорить, разные пациенты, но я рад, что сейчас больше стало пациентов, которые приходят и хотят сделать реконструкцию. Ты начинал свою карьеру в институте Герцена? Нет, я начинал свою карьеру в онкоцентре. Мой первый учитель – это Литягин Вектор Павлович, это отделение хирургии опухоли молочной железы. 12-й этаж, до сих пор помню. То есть это мы уже познакомились в институте Герцена, то есть это было уже позже? Да, это следующий этап моей карьерного развития, это уже институт Герцена, да, 2010 год. И сегодня ты возглавляешь отделение? Да, сейчас я уже руковожу на протяжении 6 лет центр онкопластической хирургии, лечебно-реабилитационного центра Минздрава России. Эстетика в разрезе. Ты один из немногих хирургов, который получил европейское образование по микрохирургии. Одно из сложнейших. Я знаю, что это 12 блоков, что это очень сложные экзамены, это выполнение большого количества домашних заданий, что нужно было презентовать кейсы, то есть нужно было внедрять те технологии, которым ты обучался, в твою практику. Расскажи, пожалуйста, про это обучение, насколько это было сложно и насколько это тебе было нужно в сегодняшней твоей профессии. Это очень, наверное, самый лучший мой опыт, с которым я могу делиться с другими. Это образовательная программа, которая была придумана на базе университета Барселоны. Джамма Маси и Джан Фархади, это основоположники вот этой школы, они набрали в 2015 году группу из 25 участников со всего мира. То есть это были страны Европы, Азии, были представители Саудовской Аравии. То есть большое количество участников и на протяжении 2,5 года у нас проходили различные образовательные циклы. Они проходили на базе различных европейских клиник, как онкологических, так и пластических. То есть география была широкая, это начиная от Франции и заканчивая Бельгией. То есть это огромный, ну я не буду перечислять, это, по-моему, было порядка 7-8 стран. И, соответственно, в каждом университете нами занимался ведущий хирург, пластический, либо онкопластик, который давал программу. Это было, включало сюда практические занятия. То есть мы можем сказать, у нас был доступ к операционному столу, мы ассистировали этим врачам. И также сюда была включена теоретическая часть. По окончанию нашего образования в течение года мы должны были пройти практику. Мы выбирали на свое усмотрение 4-5 клиник европейских, в которых мы должны пройти минимальный срок, это 2-3 месяца именно практических занятий. То есть вам разрешали оперировать? Мы ассистировали. То есть там европейское законодательство не позволяет без сертифицированного диплома подходить как оперирующий хирург. Но как ассистент ты можешь это делать, кроме Англии. В Англии очень сложный процесс, поэтому только ассистенция была возможна. Но это был такой поток сознания именно профессиональной информации, что хватало для того, чтобы именно в промежутках между этими циклами, чтобы это устаканилось, либо дало какое-то осознание. Потому что вот после первых циклов я понимал, что это что-то новое, что у нас... Я не видел этого, скажем так. И то, что делалось там, это помогло мне сейчас делать то, что я продолжаю и, надеюсь, буду продолжать делать. То есть это можно было внедрить, несмотря на то, что условно есть операционная бригада, которая делает операцию. Ты ведущий хирург. То есть можно было внедрить эти навыки и эти знания, несмотря на то, что ты один только владел этой информацией? Конечно. Я считаю, что прежде всего должен быть человек, который делает именно эмоциональную составляющую в хирургической бригаде. То есть у него есть опыт, он посмотрел, как все происходило. Да у нас наши учителя, они тоже перенимали опыт у других коллег, будь то это из России, либо какие-то международные конференции, и внедряли в свою повседневную практику. Поэтому я считаю, что вот возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, это отличный шанс для наших хирургов, чтобы поделиться своим опытом, услышать опыт других коллег. И потом, вернувшись к себе на рабочее место, именно постараться что-то осуществить из того, что они услышали. Может быть, это будет что-то новое, может быть, это будет то, что они уже давно делают, но есть какие-то маленькие трик, да, то есть какие-то, как вам сказать, как это называется? Вот подскажи мне, как это называется? Ну, тонкости, наверное, да? Это даже не тонкости, это секреты, да, секреты, какие-то вот именно моменты, которые ты делаешь постоянно, надо просто отступить один сантиметр, один миллиметр, и все по-другому заиграет. Поэтому вот это очень важно. Именно важны встречи, профессиональные встречи. Кого бы ты никогда не взял себе ассистентом? Какими характеристиками должен обладать человек, чтобы не попасть в операционную? Или наоборот, попасть в операционную? Очень интересный вопрос, потому что никогда я не думал об этом. Я всегда приходят люди, которые хотят именно учиться у меня, которые хотят со мной работать. Поэтому, наверное... То есть это уже заточенные? Да, конечно. То есть я никого не заставляю, никого не зову. То есть люди, которые приходят, они сами этого хотят, поэтому, наверное, вот и не возникает этого вопроса, который ты мне задала сейчас. То есть случайный человек, он не доходит, как правило, уже до того, чтобы попасть к тебе в операционную, потому что он уже не случайный, он уже заточен на то, чтобы научиться. Эстетика в разрезе. Что ты посоветуешь молодым хирургам, чтобы у них была такая же сногсшибательная карьера, как у тебя? Чем они должны пожертвовать? Ничем не надо жертвовать. Надо просто любить свое дело и заниматься им, и все. Жертвоприношение никому не нужно, и никто это не оценивает. Да, а хорошо. А как сочетать тогда любовь к профессии, семью и хобби? Надо просто правильно планировать свое время, и все. И все вы будете успевать. А как научиться правильно планировать свое время? Это, наверное, жизненный опыт и, наверное, опыт своих коллег. Потому что, знаете, это, опять же, моя точка зрения, говорить о том, что вот я пожертвовал этим и этим. Жертвы никому не нужны сейчас в наше время. Мне кажется, правильная организация процесса, правильная расстановка приоритетов помогает достичь всего того, чего ты хочешь. А я не совсем соглашусь, потому что я разговаривала об этом же с Хаммондом. Мне как раз Хаммонд сказал, что ты жертвуешь, и жертвуешь достаточно длительный промежуток времени, прежде чем ты попадаешь на Олимп, где ты уже имеешь возможность расставлять и приоритеты, и задачи, и свое время, и, скажем так, комбинировать это с семьей и с хобби. Конечно, нет, я имею в виду, это как раз, наверное, Денис говорил о периоде, когда твоего становления. Да, конечно, там ты занимаешься только хирургией и только своим образованием и самообразованием. Я имею в виду, именно когда ты уже достиг определенных каких-то высот, вот тогда уже жертвовать ничем не надо. Надо правильно расставлять время, и будет хватать времени на все. И получать удовольствие. Да, 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 да. Пожинать плоды, скажем так. Какая твоя самая любимая операция? Любая. Мне нравится просто делать те операции, которые приносят радость женщинам, именно когда они смотрят в перевязочные себя, когда они радуются тому, что они видят, хотя они до этого испытывали определенные волнения, определенные страхи. Вот это лучшая награда для хирурга, мне кажется, именно в той сфере, в которой мы работаем. То есть, равноценно ты владеешь, если мы будем делать какой-то лоскут или имплант с лоскутом, или просто имплант, или экспандер, потом замена на имплант. Любая техника для тебя не представляет? Да, конечно. Я думаю, что технически это возможно, но у меня есть свои предпочтения, и предпочтения именно, которые касаются именно наших пациентов. Что для именно пациента лучше. Не то, что лучше для хирурга. Потому что очень часто после таких конференций, обратная сторона этих конференций, когда хирурги начинают смириться своими навыками. И они выполняют те операции, которые, на мой взгляд, можно было избежать, и сделать более простую, более скромную, скажем так, по хирургическим меркам операцию, но вместе с тем получить оптимальные эстетические результаты. Поэтому здесь очень важно об этом именно хирургически быть сдержанным. Ну вот один из твоих учителей, я могу, наверное, так смело сказать, Джума Массия, который очень, так сказать, наш постоянный гость. Его любимая рубрика, когда мы ездим на Барселону, на Барселону Брестмитинг, «Dizasters of the Masters», то есть ошибки мастеров. Вот скажи мне, пожалуйста, много ли у тебя бывало ошибок, и готов ли ты рассказывать о них? У меня они до сих пор и есть. Поэтому я считаю, что признавать это, это, наверное, как раз и есть профессионализм, потому что я иду дальше, я совершаю ошибки. Самое главное – признать это и исправить их вовремя. Я считаю, что у любого человека они могут быть, это не страшно, потому что мы занимаемся хирургией, а хирургия, она допускает эти ошибки. Но самое главное, мне кажется, вовремя понять это и исправить. Относительно эмоциональных отношений с пациентками, когда они получают новую форму груди, они как-то воспринимают тебя как мужчину и просят тебя оценить это не как врача, твою работу, а как мужчину, который, скажем, смотрит на женщину как на предмет вожделения. Я могу сказать, скорее всего, это зависит от того, от самого хирурга, как он себя поставит в взаимоотношении с пациентом. Ты прям суров, да? Я не допускаю этого, потому что есть определенный профессионализм, который я считаю, ну, я это подчеркнул как раз от своих учителей, которые как бы мне сказали, что вы должны делать свою работу профессионально, а профессионализм как раз и заключается в дистанцировании. Именно вы врач, вы хирург, вы делаете свое, как бы, ну, может быть, да, действительно, это очень такие сферы пересекающиеся, да, то есть это женская красота, это женское здоровье, женская привлекательность, сексуальность, но всегда нужно держать дистанцию со своими пациентами и не допускать каких-либо отклонений от этого. Это моя позиция, и все это знают, и мне проще работать со своими пациентами. Да, у меня есть пациенты, с которыми я дружу, но это дружба именно как пациента и врача. А скажи, пожалуйста, вот жена берет телефон, а там... Она не реагирует. Точно? Не ревнует? Абсолютно. Потому что я считаю, что у каждого человека есть профессиональный, скажем так, спектр его деятельности. Можно открыть ноутбук, можно открыть, например, телефон, и да, там очень много таких фотографий. Может быть, это, кстати, по европейским законам запрещено. Да. Делать фотографии на телефон, да? То есть у нас демократия еще. И это хорошо. И это хорошо. Я считаю, что да, но я думаю, мы придем к тому, что это уже будет тоже определенное, как бы, регулирование. И не разрешат размещать это все в... Скажем так, определенные будут рамки. Будет ли иметь право на существование реконструктивной хирургии молочной железы в частной клинике? Она имеет. Я считаю, что... Широко. Потому что все-таки сейчас пациенты ориентированы, ведь, наверное, на страховую медицину, на ОМС. И в этом случае, когда они приходят... Вот они же к вам, когда приходят, они получают это по... Либо по квотам... Различные. Различные пути. Вы должны понимать, что да, есть, и это очень большое преимущество нашей системы здравоохранения, что есть возможность женщинам помогать именно по государственным программам. Но есть моменты, чисто технические моменты, когда это нельзя сделать, и тогда женщине приходится оплачивать свое, скажем так, восстановление. Это тоже определенные индивидуальные ситуации. Но я считаю, что частная медицина, она сейчас работает, она показывает свою эффективность, и в дальнейшем она будет иметь место для дальнейшего развития. А контрлатеральная молочная железа, вот это обязательная операция? Как пациентки на это реагируют? Они хотят сделать ее симметризирующей по отношению к больной молочной железе? Или они говорят, нет, оставляйте как есть, и забуду как страшный сон? Это очень индивидуально. Вот если брать мою статистику, это, наверное, 50 на 50. Есть женщины, которые приходят и говорят, мы хотим симметрию, мы хотим безопасную красивую операцию. Доктор, вот мы этого хотим. Да, и она сама об этом говорит. Есть женщины, которые напуганы, которые вот приходят на первую встречу, и они боятся всего. У них есть, например, какая-то информация от онкологов, либо от врачей общей сети, что у вас рак, ну вам конец. И она ничего не хочет. Она не хочет слышать ни про реконструкцию, она не хочет слышать ни про какие-то симметризирующие операции. Вот как раз, как я и говорил, главная задача хирурга – показать, рассказать и объяснить, что нет, это не конец, это только новые возможности. И все равно 50 на 50? Все равно. То есть не получается убедить? Нет, все равно это, скажем так, желание каждого человека. Но я хочу подчеркнуть, что из этих 50% пациентов, которые не хотят симметризирующую операцию, где-то около 20-23%, по моей статистике, возвращаются через некоторое время на симметризирующую операцию. Леша, а какой план на будущее? Все-таки остаться в государственной клинике или уйти в частную клинику, заниматься реконструктивными операциями или заниматься операциями эстетической, скажем, эстетической, пластической. Главная задача – помогать. Помогать пациенту. Нет, ну я тут согласна, согласна, что помогать. Да, даже эстетически. Я раньше была очень скептически настроена, и мне казалось, что это блаш, но когда я сейчас вот тоже наблюдаю за аккаунтами в Инстаграм хирургов, я вижу, что, конечно, есть такие варианты после кормления, которые происходят с грудью, что, конечно, с этим жить достаточно сложно, потому что действительно ты практически не можешь раздеться абсолютно, потому что это как бы картина не жизнеутсверждающая. Поэтому я понимаю тех женщин, которые идут и восстанавливают свои формы. Поэтому тебе, так сказать, ты не отрицаешь эстетическую хирургию молочной железы как, так сказать, отдельное направление. Нет, она часть моей профессии, поэтому это нельзя выделять. Вот я с тобой здесь не соглашусь выделять реконструктивную хирургию и эстетическую хирургию. Они пересекаются. Это две, скажем так, стороны одной медали, поэтому нельзя их выделять. Мне кажется, что в любом случае реконструкция — это составляет часть эстетической хирургии, а эстетика — это уже та дисциплина, которую мы подчеркиваем из тех возможностей, которые дают нам пациенты, к которым мы выполняем реконструкцию. Но реконструкция — это все-таки спасать жизнь, потому что не сделать мастектомию — это нельзя. То есть это иначе пациент будет... Не надо так мыслить. Вот именно вот это уже старые взгляды. Это не то, что спасать жизнь, это возвращение эстетического вида. В некоторых случаях нам удается сделать, например, внешний вид пациентки, у которых выявлен рак молочной железы, намного лучше, чем она приходит к нам до операции. Конечно, это не наша главная задача, но в любом случае это приятный бонус для наших пациентов. Спасибо. Алексей, а что ты можешь пожелать тем, кто сейчас сидит и слушает Москобраст-митинг? Какие пожелания молодым хирургам, твоим коллегам? Быть преданным тому, чего вы делаете, стараться учиться у лучших и идти только вперед. Отличное пожелание. Спасибо большое. Спасибо. Суперинтересное интервью. Взаимно. И я, самое главное, счастлива, что наши женщины в надежных руках. Спасибо большое. Эстетика в разрезе. С Ольгой Засиевым.